Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам стихотворение Эдуарда Осадова. Проект был сложным, он не удавался, и архитектор с напряженным улыбом считал, курил, вздыхал и чертыхался, склоняясь над непокорным чертежом. Но в дверь вдруг постучали, и соседка, студентка, что за стенкой жила, аллея ярче, чем ее жакетка, сказала быстро «Здрасте!» и вошла. Вздохнула, села в кресло, помолчала. Потом сказала еще весь от огня «Вы старше! Вы поопытнее меня! Я за советом! Я к вам прямо с бала! У нас был вечер песни и весны, и два студента в этой пестрой вьюге, не ведая, конечно, друг о друге, сказали мне о том, что влюблены. Но для чужой души рентгена нет, я очень вашим мнением дрожу. Кому не верить, дайте мне совет. Сейчас я вам о каждом расскажу». Но, видно, он не принял разговора, отбросил циркуль, опрокинул тушь и, глядя ей в наивные озера, сказал сердито «Ерунда и чушь! Мы ни на рынке, ни в магазине. Совет вам нужен. Вот вам мой совет». Обоим завтра отвечайте «нет» за тем, что чувства нет здесь и в помине. А вот когда полюбите всерьез, поймете сами, если час пробьет. Душа ответит на любой вопрос, а он все сам заметит и поймет. Окончив речь, уверенно и веско, он был немало удивлен, когда она вскочила вдруг, выпалила резко. Все сам заметит? Чушь и ерунга. Слегка отратив от этих слов, он повернулся было для отпора, но встретил не наивное озеро, а пару злых отточенных клинков. Он сам поймет? Вы так сейчас сказали? А если у него с удачей крови? А если там, где у людей любой, здесь лишь проекты, балки и детали? Он все поймет? А если он плевал, что в чьем-то сердце то огонь, то дрожь? А если он не человек? Чертеж? Сухой пунктир? Бездушный интеграл? На миг он замер, к полу приглажден. Затем потупись, вспыхнул почему-то. Она же, вскликнув, повернулась круто и, хлопнув дверью, выбежала вон. Весенний ветер в форточку ворвался, гудел, кружил, бумагами шуршал, а у стола бездушный интеграл, закрыл глаза, счастливо улыбался.